Сергей, ну что, начну с того, что один ваш прогноз не оправдался все-таки. Вы были уверены, что тело Алексея Навального не выдадут и будут скрывать как минимум долго, а, возможно, никогда его семья не увидит. Но, видимо, обратная мать получила тело своего сына. О чем это говорит, как вам кажется? Ну, во-первых, когда я высказывал свое предположение, я исходил из самого плохого. Я исходил из того, что я их считал еще более циничными, еще более отмороженными, с одной стороны. И, с другой стороны, я считал, что будет очень недостаточное давление международное. Как это, кстати, происходит с Украиной в отношении ее помощи и так далее. И в этом смысле я очень рад, что я ошибся, потому что, слава богу, что это произошло именно так. И, значит, все-таки вокруг Путина какие-то неотморозки есть. Значит, все-таки вокруг Путина ему какие-то люди сказали, что играть с чувствами пожилой женщины, которую убили сына, очень опасно во время предвыборной кампании и избирательной кампании. Вот. И таким образом они решились на это. Вот. И, с другой стороны, вы знаете, меня сегодня удивило заявление Кирилла Буданова, который подтвердил со своей стороны, из разведывательных источников, что диагноз о тромбоэмболии подтверждается, и что действительно у Навального оторвался тромб. И таким образом подтверждается как бы условно естественная причина смерти. То есть, грубо говоря, вы не травили специально, а просто условия содержания были такие, что вот у вполне себе молодого человека, 47 лет, в этой колонии после трех с половиной лет его содержания и трехсот дней, проведенных в ШИЛЗО, оторвался тромб. Вот. И, судя по всему, вот, может быть, и это исследование, которое провели в Российской Федерации, украинцы, может быть, там и с американцами, возможно, послушали какие-то разговоры, и когда подтвердил, что, в общем, не было никакого яда, специально сделанного для этого, что его специально не убивали. У меня вообще-то, откровенно говоря, я это не хотел озвучивать, пока не будет закончена вся история с телом, у меня создавало впечатление, что в этой колонии вообще они были застегнуты врасплох. То есть, вот, не чувствовалось, кстати, по тому, как они перезванивались, как они общались между собой, не чувствовалось подготовленной специальной операции. Потому что, когда подготовится специальная военная операция, то все схвачено, все уже готовые, готовые версии, тогда все готовы, все на местах и так далее. Вот этого не чувствуют. И я не стал это говорить на прошлой неделе, когда, значит, после 16 февраля, когда состоялась первая новость о том, что Навальный якобы погиб в колонии. Потому что в любом случае, кстати, я озвучивал, и эта версия остается та же самая, мое отношение, даже не версия, это мое отношение, что в любом случае смерть Навального – это все равно убийство Путина. Потому что его поставили в такие условия, когда нормальный человек не может рано или поздно не умереть. Это, кстати, я говорил даже не по отношению к Навальному. Я это говорил много-много лет, последние 25 лет, я говорил, что в Российской Федерации де-факто существует смертная казнь. Просто ее не приводят в исполнение, но человека направляют в российскую тюрьму, где он может подхватить туберкулез, где он может подхватить СПИД, где ему создадут невыносимые условия, где, возможно, спровоцируют каких-то уголовников на внутрикамерные какие-то конфликты, где есть пытки, где есть лишение человека сна, еды и так далее. И, в общем, его доведут все равно до смерти. То есть практически смертная казнь все равно… То есть человеку, если дадут, допустим, вот Навальному дали 19 лет, но он не досидел и даже до третьего своего срока. И таким образом, на самом деле, его приговорили к смертной казни. И вот я говорил о том, что на самом деле в Российской Федерации, хотя существует формально мораторий на смертную казнь, но реально те условия, содержание, в которых находится большинство заключенных, а особенно все политические заключенные и все, так сказать, люди, неугодные режиму, так или иначе они все заканчивают смертями в тюрьме. Продолжать. Да, то, что выдали тело, вот я, так сказать, подхватываю ваш несостоявшийся вопрос. Он говорит, что они не боятся, что яд найдут. Да, то, что выдали тело, это значит, они действительно реально не боятся, что будет найдено какое-то отравляющее вещество. То есть, грубо говоря, скорее всего, они действительно ничего для этого не делали. И, вы знаете, меня, кстати, в общем, меня удивляла их разноголосица какая-то, меня удивлялось, кстати, что вот эти камеры, которые зафиксировали, кортеж, который шел из колонии в Салихард, это все показывало, что на самом деле заранее спланированной из Москвы операции, которой вся была схвачена и вся была обеспечена, не было на самом деле. И даже, откровенно говоря, вот когда просто матери Навального дали приехать в колонию, потому что могли сделать так, что там просто будет объявлена какая-нибудь там чрезвычайная обстановка, операция, и с Салихардом нельзя будет просто доехать в эту колонию. Ну, ей же дали доехать в колонию. А это значит, что, опять же, это было спущено на самочек, это было спущено на откуп местным властям. Местные власти боялись, не решались. И потом вот даже разговор этого следователя с Материей Навальным, откровенно говоря, меня он просто в оперативном плане шокировал, потому что было понятно, что этот человек просто, ну, это такая личная инициатива как бы его. Потому что, ну, такие вещи... Если маму уже вызвали и с ней разговаривают, то понятно, плюс у нее адвокаты, понятно, что все это попадет в сеть. И, в общем, скорее всего, действительно это доведение доведение до смерти, но это не целенаправленная акция, это не отравление и что-нибудь такое. Вот пока это выглядит так. С другой стороны, мы, конечно, понимаем, что в Российской Федерации никогда нельзя ничего, ни от чего заранее отмахиваться, потому что вполне возможно, что, может быть, вы использовали какого-нибудь яда, который действительно не оставляет следов. Такие яды существуют, которые вызывают просто, так сказать, сердечные приступы, я не знаю, там, пневмония или эмболия, кстати, ту же самую. И поэтому пока что мы все-таки будем немножко осторожны, но сам факт того, что тело отдали матери, это, в общем, довольно оптимистичная вещь. И мы теперь будем наблюдать, а что дальше будет происходить, потому что дальше, где она будет его хоронить, как она его будет хоронить, как будут допускать туда людей, и как все это дело будет проходить во время практически выборов так называемого президента Российской Федерации, так называемых выборов. То есть, на самом деле, вся история не закончилась. И я бы так сказал, что вот сам факт того, что тело матери отдали, естественно, она будет обращаться в какие-то зарубежные организации для того, чтобы провели независимую экспертизу где-то за рубежом в лаборатории. Возможно, ей будут вывести образцы из страны. Да. Поэтому вы, естественно, как предусмотрительный человек и умный журналист, мне, естественно, сразу предусветили мое следующее заявление, если ей дадут возможность это сделать, если ей дают, если этим иностранным лабораториям дадут возможность эти образцы куда-то привезти. Но на это тоже есть, так сказать, обходные пути, потому что она, в конце концов, может обратиться в какие-то посольства в Соединенные Штаты Америки, Великобритании, Франции, Германии. Эти образцы могут поставить дипломатической почте, которая не досматривается, которая не может быть досмотрена и так далее. То есть здесь дальше сейчас будут детективные истории, как это все будет продолжаться, и политическая история, где конкретно будут проходить похороны, как будут проходить похороны, и как российское общество будет на них реагировать. И как вы считаете, насколько опасными могут быть эти похороны для Кремля и для Путина? Я считаю, что вообще в Российской Федерации потихонечку нагнетается революционная ситуация. Потому что очень много маленьких вещей уже происходит. А дальше я это говорил в наших передачах с вами, что никто не может сказать, где порвется и когда порвется, и вот где прорвется. Потому что иногда ну вот очень опасная вещь для Путина была как раз эта история с мамой Навального, потому что пожилая женщина, которая требует тело своего убеденного сына, это очень неприятная для режима ситуация. А еще неприятнее, что перед этой непреклонной женщиной, немолодой, все-таки дрогнула система и отдала. Да, естественно. А это в любом случае, понимаете, Алексей, в любом случае с 24 февраля, даже с 21 февраля прошлого, 22 года, я вам уже говорил много раз, что Путин находится в состоянии цуксванг. То есть любой ход путинского режима всегда ухлешает ситуацию. И в этом смысле Путин обречен в любом случае. Просто это может занять больше времени, меньше времени, мы не знаем, где порвется, но то, что он обречен и то, что его режим доживает свои последние недели, месяцы или годы, это совершенно точно. Но, опять же, я вам всегда оговорился, Римская империя вот так доживала в течение 400 лет. 400 лет она распадалась и в результате распалась Римская империя. И на самом деле все империи, которые когда-либо существовали на земле, они все закончили тем, что они распались. И путинская империя будет такой же. Она не может не распасться, потому что ее внутренние противоречия таковы, что в любом случае в современном обществе, в современном обществе взаимосвязанном то, что делает Путин, это самоубийство для него, для его режима и для его империи. Чем раньше эти люди поймут это, я имею в виду даже не Путина, потому что Путин не способен этого понять, но люди вокруг Путина, тем для них это будет лучше. Но, судя по всему, они не способны, они вполне вероятно, что они понимают это, но они не способны действовать. Мне кажется, эти похороны это такая, одна из очередных растяжек для Кремля, да? Где теперь позволить захоронить? Москва-Новодевича там, ну или там какое-то другое, да, старое, известное кладбище, это опасно, место поклонения. А, нет, 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 нет. Ну, смотрите, по России это вспыхивает, более чем 190 городах, поселочках маленьких, небольшие акции, небольшие мемориалы, но они появляются, и власть нещадно арестовывает этих участников, значит, они прекрасно понимают, что похороны в центре Москвы или там, где, ну, какого-нибудь крупного города, они опасны. Ну, во-первых, никакого Новодевича кладбище не будет, ни его не будет, потому что Новодевичье кладбище это официальное первое, кладбище номер один режима, то есть там порой, как бы, президентов, премьер-министров, нет, его даже не могут похоронить даже на Ваганьковском, то есть его похоронят на каком-нибудь периферийном кладбище в Москве, но любое периферийное кладбище все равно станет центральным для Москвы, потому что Москва это агломерация, в Москве функционирует транспорт общественный и необщественный, вот, в Москве там 12 миллионов людей проживает в большой агломерации, ну вот, так что в любом случае это выльется в какую-то политическую акцию, тем более, что, по-моему, он был прописан в Москве, то есть там у него какая-то там по-моему, недвижимость даже в Москве, то есть его не ее не доставишь похоронить в Сарихарде, да, потому что такое Сарихард, там ничего нету, то есть вот сейчас она возьмет тело и она поедет по месту своей прописки, и обычно в Российской Федерации делается так, то есть либо по месту прописки, либо там, где у вас захоронены родственники, то есть вы можете там, так сказать, захоронить своего человека, если у вас семья где-то в каком-то месте компактно захоронена, если это кладбище еще функционирует, но даже, кстати, к бывшим своим родственникам можно даже добавлять тела, вот если уже на этом кладбище ваши родственники прямые захоронены. так, хорошо, как аукнется в Российской Федерации Путину это убийство, а все равно там тромб, не тромб, все равно мы считаем Путина виновным, и абсолютно справедливо считаем его виновным в смерти Алексея Навального, это кровь только на его руках и руках его приспешников, как это отразится, аукнется ему на Западе, вот интересная статья вышла в издании The Hill, это один из самых информированных источников американских, кстати, о том, чем живет Конгресс, да и вообще, ну, вся власть в Соединенных Штатах Америки, они говорят, что смерть Навального очень сильно изменила настроение конгрессменов и очень сильно якобы даже повлияло на спикера Джонсона, который уже не против даже встретиться с Байденом, предлагает ему встречу, да, и у него, говорят, не так много уверенности, и решительности в отстаивании вот этого блокировки военной помощи Украине. Как вы думаете, поможет ли эта смерть Навального, да, в каких-то там подвижках в Конгрессе и как Трамп, кстати, к этому отнесся, ведь там один раз он себя сравнил с Навальным, но это ни о чем. Ну, во-первых, я скажу, что гибель Алексея Навального гораздо больше освещалась на Западе и гораздо более было значимым событием на Западе, чем в Российской Федерации, потому что при всем, при том, что вы сказали, вот, значит, 190 городов и городков, где спонтанные какие-то мемориалы образовались, 190 городов, при том, что в Российской Федерации 3000 районов, то есть и районных городов районного значения плюс города, миллионники и так далее, то есть это, ну, кот наплакал, строго говоря, да, и когда мы видели даже вот людей, которые возлагают цветы, да, их было там несколько сотен, по всей России несколько тысяч, но не было ни одного спонтанного митинга, это, кстати, вы знаете, это есть, это вот, это арифметика, люди мне все-таки пишут в каких-то комментариях, что я не прав, но я в этом смысле должен сказать, что когда человек выходит куда-то один, два, три, четыре, десять человек, а против вас стоит сто полицейских, то вас скрутят, посадят в ЗАКи, будут досматривать у вас документы и так далее, когда выходит одновременно сто тысяч человек, вот просто выходит и удержать нельзя этих людей, и что вы там не делали, вы можете в них стрелять, вы можете там, я не знаю, пытаться разгонять их ОМОНом, сто тысячная толпа, это все равно вещь, которую ни одно государство не решится сразу разгонять, оно будет советоваться там и так далее, а когда люди увидят сто тысячную толпу, то она может стать двухсоттысячной, трехсоттысячной, миллионной, вот ничего подобного в результате смерти Навального, к сожалению, в Российской Федерации не произошло, на Западе, кстати, тоже, вот я вам должен сказать про Париж, у нас две вещи произошли за последние десять дней, это смерть Навального и двухлетняя годовщина полномасштабной войны Украины против Российской Федерации или, скажем так, России против Украины, потому что Россия начала эту войну и является государством агрессором. Вот мы с вами записываем нашу передачу в воскресенье 25 февраля, я вам должен сказать, что вчера, в субботу, 24 февраля в Париже была огромная манифестация, марш, мы видели, такая, посвященная поддержке Украины, от республики до Бастилии, много-много тысяч людей, которые прошли манифестацию, одновременно была в четверг манифестация на Трукадеро, куда пришло человек 200. И вот это была манифестация в памяти Навального, там было 9 дней, по-моему, на это, хотя нет, 9 дней было, кстати, выпадало на 24-е, это была просто такая манифестация, чтобы почтить память, и она, вот, я сам там еду, я уже уехал во вторник из Парижа, и мои друзья, которые там были, они говорили, что, в общем, не ощущалось, не ощущалось глобального какого-то, глобальных вещей, вот, в первые дни, вот, сразу после 16-го была большая манифестация в том же самом месте, люди спонтанно выходили, пытались пройти к российскому посольству, кстати, полиция их отгоняла, не давала подойти ни к консульству, ни к посольству, вот, и дальше были какие-то манифестации, которые были более спонтанные, а вот уже на следующей неделе, то есть вот на этой неделе, четверг, была манифестация очень слабенькая, и, в общем, говорили, что плохо было организовано, и не чувствовалось какого-то сплочения, потому что каждая организация, которая туда собралась, тянула немножко одеяло на себя, вот, и вот, понимаете, это показатель, но это отношение общественности, на государственном уровне смерть Навального произвела очень большую волну, это был такой медийный взрыв, потому что получилось так, что в день тогда, когда это объявили, началась практически конференция по безопасности в Мюнхене, там была жена Навального, которая узнала, что она стала вдовой, и там состоялось сразу ее выступление, там были главы государства и правительств, плюс потом ее сразу приняли в Брюсселе, плюс потом ее принял Байден, и вот на самом деле вот то, что вы сказали, что для Конгресса действительно, и это было очень сильной медийной вещью, потому что Байден показал, что Конгресс, в общем, ну, сволочи, ушли на зимние каникулы вместо того, чтобы что-то там проголосовать, вот, плюс про этого самого замечательного Джонсона прошла же информация, что его избирательная компания, когда он там избирался, финансировалась какими-то там российскими источниками, и он понял, что, в общем, он находится под пристальным вниманием прессы, что ему еще придется давать объяснение, и по этому поводу он подумал, что, да, возможно, есть смысл показать, что он не куплен России, что он не работает на Путина, что и таким образом вдруг выяснилось, что он более активную какую-то свою позицию занял. И вот будем смотреть, потому что нам интересно, кстати, будет это распределение. Еще очень интересно то, что, опять же, Дехилл пишет о том, что демократы уверяют Джонсона, дают жесточайшие гарантии, что в этот раз они в повалении, как правильно сказать, в свержении, что в этот раз они в свержении спикера, да, если там трамписты поставят этот законопроект на голосование, принимать участие не будет. И тогда республиканцам будет, как это было с предыдущим спикером, тогда же демократы дали много своих голосов, не понимая, что они выстреливают сами себе в ногу. В этот раз они уже извлекли уроки. Так что, в общем, ситуация будет интересная. И самое интересное, вот последняя новость буквально сегодняшнего дня, что касается военной помощи Америки, ставки букмекеры подняли на выделение, на то, что будет проголосован этот законопроект, причем серьезно подняли, сейчас уже они оценивают эти шансы на уровне 71%. Это достаточно много. И согласитесь, букмекеры, букмекерские конторы мира, это самые лучшие аналитические центры, вот честное слово. Потому что там все связано с большими деньгами. Будем наблюдать. Спасибо вам, что вы вспомнили об акциях поддержки в Париже. Мы видели это. И для нас, вот честно, это было очень важно. В год, в годовщину вторую полномасштабного вторжения. И в эти дни, когда мы уже 10 лет как в войне с Российской Федерацией, которую она развязала. Не только ведь они в Париже были, по всей Европе, в Соединенных Штатах Америки какие массовые были, не только в Вашингтоне. Я думал, в Германии, я думал, что нам тоже нужно с вами поговорить о двухлетии этой несправедливо развязанной войны, неспровоцированной. И вот, наверное, стоит обсудить вот эту поддержку, которую мир сохраняет на сегодняшний день. И это видно не только по кадрам этих акций. Мы видим растущую поддержку, в первую очередь, в странах Европейского Союза среди населения. Растут цифры людей, которые считают, что нужно помогать Украине победить агрессорам. Насколько это важно на сегодняшний день. И все это связываем с подписанием каскадным уже просто договоров о взаимной безопасности с рядом стран, уже не только с членами J7, с визитами лиц первого уровня в Киев 24 февраля. Как вы расцениваете вот это вот, ну, я бы сказал, усиление поддержки? Я бы сказал так, Я стою версию, потом скажу. Да. Я сказал так, что действительно, то, что Италия и Канада подписали, присоединились к трем предыдущим государствам, то есть к Великобритании, Франции и Германии, подписав такие же точно документы десятилетние о гарантиях безопасности Украины. Я так думаю, что потихонечку Украина добьется, что подпишет она и с Соединенными Штатами Америки, и с Японией, и с другими странами, многими европейскими. Я с вами согласен, что действительно есть статистика о том, что население продолжает поддерживать помощь Украины. Население, кстати, продолжает, начинает расти недовольство действиями руководства Западной Европы и Запада, которые бросаются практически в Украину. Это видно по комментариям, это видно по комментариям у меня в сетях, у меня в Фейсбуке сидят французы, которые пишут, и вот это чувствуется, это видно уже, что простые люди начинают, простой народ начинает это раздражать. А у нас в этом году выборы в Европейский Союз, то есть в европейские институции. И по этому поводу это будет, конечно, учитываться, политиками они вынуждены это учитывать, но всегда найдется ложка дегтя, к сожалению, и мы увидели, что из-за обструкции венгерской не удалось принять совместное заявление по поводу двух итогов, ну так сказать, годовщины двух лет полномасштабной войны, то есть это заявление принято на уровне руководства комитии, на уровне руководства парламента, но Орбан блокировал это и общего заявления руководства 27 стран ЕС, к сожалению, не смогло пройти. В этом смысле это тоже ложка дегтя вот такая неприятная во время этих ну скажем так отмечаний, хотя это в общем не нерадостные это даты, но тем не менее когда идут манифестации, когда вот люди просто символически вспоминают и так сказать внимание привлекается, идут передачи, идут интервью, то есть гораздо больше времени этому вопросу отдается в Советском массовой информации, вот, но венгрии это играются, я считаю, что в общем с моей точки зрения надо очень жестко ставить вопрос о присутствии в Венгрии в ЕС, просто ее надо выпилить оттуда и Орбана или перед венграми поставить вопрос, вот у вас есть руководитель, который блокирует вашу страну, так сказать, блокирует решение от имени вашей страны в ЕС, если вы хотите оставаться в ЕС, тогда свергайте вашего этого премьер-министра и так далее, и если не хотите, тогда вы будете изгнаны. Мне кажется, что рано или поздно надо ставить так вопрос. Ну, Макрон, судя по всему, Макрону докладывает о настроениях общества, он же инициирует встречу с главами государств по помощи Украине, главами государств Европы. Мне тут вспоминается вот эта активизация европейских лидеров, мне вспоминается правило, закон, у победы много авторов. Мне кажется, решающий этап уже в их понимании он близок, и они уже лидеры европейских стран, они не хотят оказаться осторонь вне этой победы, это слишком оптимистично, я прекрасно понимаю, учитывая ту непростую ситуацию, в которой сейчас находится Украина, но мне кажется, что какие-то основные решения уже приняты и по вооружению, и по дальности этого вооружения, в общем, чтобы не сглазить, посмотрим. Но я на это очень надеюсь. Так, что мы еще хотели бы обсудить с вами сегодня? Смерть сына Сечина обросла какими-то новыми подробностями, мы ее с вами последний раз так коснулись с программой «Акценты», это было 3-4 дня назад. Нет, ничего нового я не услышал, я просто мнение разных людей, но фактура никакой новой не прибавилась. Ну, то есть, скорее всего, наркомания, алкоголизм, профессор Соловей, как всегда, перекрутил эту историю под себя, перекрыли. Я бы сказал так, что почему она не укладывается в, так сказать, в какие-то разборки внутри кремлевских башен, потому что сын Сечина, на самом деле, не претендовал ни на какие должности, то есть, его папа не собирался делать премьер-министром, как Валерий Соловей рассказывает про Патрушева и про сына Патрушева, он не был министром, он был, на самом деле, очень незаметной фигурой, то есть, естественно, конечно, он занимал гораздо большие должности, чем его компетенция позволяла, это понятно, что это папа ему обеспечил, но все-таки это было в структурах папиных, и он дальше этих структур он не пошел, то есть, он не становился каким-то политиком и не мог претендовать ни на какую значимую государственную деятельность после папы, вот, и поэтому я здесь не вижу абсолютно никаких разборок в НУЗе кремлевских. Хорошо, так, Мизулина? С чем связано? Ну, не только ведь с выборами связана вот эта вот истерия российских даже некоторых таблоидов, да, и европейских таблоидов мировых, там, выглядит как проплаченные эти акции все, о том, что у Путина в 71, накануне 72 лет появилась, ух, новая любовница, где-то еще восемь. Вот это, вот это абсолютно четко проплаченная вещь, здесь у меня никаких сомнений нету, и это ответ на задаваемые Путину, постоянно Путину вопросы, где твоя семья, где твои любовницы, где твои дети, где твои внуки, вот, и он, судя по всему, не может представить никакую свою семью, да, никакой Кабаевой нету, никаких детей от Кабаевой нету, никаких, никакой кривоногих нету, криволапых, криворуких, все это туфта, которая много-много лет распространяется Кремлем для того, чтобы просто объяснить, почему Путин не женат с 2013 года, когда жена от него ушла. И вот здесь абсолютно четко совершенно это отключение на негодный объект, потому что год семьи, он ходит бабылем, он ничего нам не может показать, и возникает сразу публикация в английском таблоиде, красивая себе, вполне себе приличная дама, молодая, со скандальной репутацией, но вот это сразу расходится, и начинают обсуждать, здесь типичная чекистская разводка, отвлечение на негодный объект. Для меня никакой мизулиной, ни старшей, ни младшей, ни прабабушки, ни внучки, ни правнучки у Путина не существует. Вот, он летает опять с голым торсом на самолете, вот это вот, вот это вот видно, и опять не он даже, а его двойник, потому что вот, я, кстати, не сомневаюсь, что у Путина есть двойники, я сомневаюсь, что двойник Путина правит в Российской Федерации, но я не сомневаюсь, что в самолете Ту-160, который на этой неделе летал где-то, старый советский Ту-160, 70-летней давности разработки, вот летал двойник Путина, а не сам Путин. А зачем? Не только же продемонстрировать здоровье Путина перед выборами решили этим псевдополетом каким-то... Там две цели было, две цели. Нет, во-первых, я с вами здесь не соглашусь, что именно, чтобы продемонстрировать. Старые вещи, как это называется, Алексей, есть уж проверенная какая-то штука, то почему ее не использовать в очередной раз. То есть, в 2000 году он начал с того, что он сел на истребитель, полетел в Грозный, но вот тогда реальный Путин прилетел реально в Грозный, потому что он тогда был молодой, красивый, и он хотел показать, что на фоне умирающего алкоголика и больного Ельцина он совсем другой человек, он реально способен спортивный, способен выдержать полет на истребителе. Это, кстати, не всякий выдержит, это, надо сказать, не очень простая вещь. Даже если вы не ведете, даже если он там не совершает никаких кульбитов, все равно, если он летит на довольно быстрой скорости, то, в общем, это нагрузка на организм довольно серьезная. Вот, здесь было желание продемонстрировать, что Путин еще не старт пиор, потому что мы все постоянно говорим, что он старый пердун, вот, ну, вот показать, что он не старый пердун, и не секун, не такой уж и секун, потому что, значит, вот может летать на каком-то там стратегическом бомбардировщике сверхзвуховом, вот, но одновременно это, конечно, была демонстрация ядерных сил каких-то Российской Федерации, потому что, значит, вот он говорит, вот новый, значит, Ту-160, это очень смешно было, да, потому что Ту-160 это разработка, сворованная Советским Союзом у Франции, французского Конкорда, и, значит, на основании этого французского Конкорда, на основе, сделали несколько, не линейку, сделали Ту-144 для простой авиации, вот, тушки Су-160, которые, значит, для стратегической бомбардировочной авиации, и сделали дроны, то есть беспилотные машины, одна из которых как раз и там долетела до Энгельса в декабре 22-го года, и там разбомбил этот самый Энгельс, то есть была целая линейка, но самое главное, что я вам напомню, что это, во-первых, старая разработка, во-вторых, сворованная у французов, и потом худо-бедно, там, значит, просто у французов была настоящая электроника, а у Советского Союза там все было на лампах, вот, но, кстати, буржуи всегда удивлялись, как это советские могут с этими лампами сделать самолет, который, в принципе, похоже летает точно так же, как Конкорд, вот, ну, значит, у французов просто Конкорд стал нерентабельным проектом, его закончили, тем более, что был очень неприятный эпизод, когда стартующий из Парижа, Конкорд взорвался на взлете, ну, вот, и после этого дела этот проект закрыли французы, и англичане, потому что, значит, хотя он, в принципе, был работающий, летать из Парижа в Нью-Йорк, там, по-моему, два с половиной часа, вместо шести, которые обычно это вполне себе можно было, вот, но он слишком был дорогой, слишком шумный, все, все, в общем, уже несовременный самолет, французы уже сами, которые разрабатывают самолет, от него, отказались как несовременного, как устаревшего проекта, вот, а россияне по-прежнему по этим лекалам делают еще эти тушки, вот, и Путин демонстрировал, он, кстати, там говорил еще вот какие-то слова, он говорил, что вот у нас там больше 90% нашего ядерного потенциала, это современный ядерный потенциал, что вранье, вот, потому что, на самом деле, возможно, это 90% из того, который числится на вооружение, потому что, я вам напомню, что и у США, у советского, и у Российской Федерации там по полторы тысячи боеголовок считаются стоящими на вооружении, но есть еще там до пяти с половиной тысяч боеголовок, которые где-то там хранятся, и вот это все, конечно, сталье советское, на которое нет у Российской Федерации ни потенциала научного, ни денег, чтобы это содержать в надлежащем форме, так сказать, и в надлежащем содержании. Вот и Путин надувал щеки, то есть это была очередная, так сказать, ядерная, очередной ядерный шантаж, очередная угроза, плюс еще Медведев, значит, тоже там наговорил в очередной раз там кучу всякой ерунды, ну вот, а Путин, значит, ее попытался подтвердить своим полетом на этой туфте. Вам не кажется, что это свидетельствует о плачевной ситуации с экономикой или с военными делами, с потенциалом в Российской Федерации? Или они очень сильно боятся усиления военных поставок Украине? Обычно они ядерную дубинку достают вот в какие-то кризисные для них моменты. Они очень сильно боятся возобновления активного поставок вооружения Украины, они очень боятся то, что Украина перейдет в новые контрнаступления, они очень боятся, что она отыграет свои дела. И это, конечно, ядерный шантаж, но он на Запад не работает, потому что Запад абсолютно в курсе того, что происходит с Российской Федерацией, он прекрасно понимает, в каком состоянии все это находится, проблема в другом. То есть самая опасная вещь не в том, что существует реально, и не в том, что Запад знает реально, а в том, что Путин думает, что происходит реально. Потому что у меня чем дальше, тем больше создается впечатление, что Путину мутят воду люди вокруг него и создают впечатление, что у него все работает нормально. И вот когда человек считает, что у него работает все нормально, то он становится опасным, потому что он думает, что у него есть дубина, которая может Запад заставить принять выгодные ему решения, а Запад понимает, что у него нет этой дубины, но надо этому человеку дать понять, что он заблуждается. И вот они ему говорят, мы твои кинжалы сбиваем, а Путин, я убежден, он уверен, что его кинжалы долетают до ствели. Запад ему говорит, мы твои цирконы сбиваем, и больше того, твои цирконы даже не летают, потому что вы даже их не боитесь запускать, потому что они слишком дороги, и вы не сможете настамповать новых циркон. А Путин убежден, что у него много этого делается, что человек летает, что у него сарматы какие-то есть. И вот это расхождение его представления о том, что у него есть реально работающего, и реальности, и то, как Запад знает эту реальность, вот здесь есть некий лаг, который, к сожалению, создает некую опасность. А есть у него научный потенциал и возможности, чтобы грозить миру ядерной дубинкой в космосе? Нет. Что это за история о создании ядерного противоспутников оружия, космического применения для выведения из строя спутников, то, что докладывалось в Пентагоне? Нет. Там вот какая штука. В космос запустить какую-то ракету с ядерной начинкой есть возможность у всех ядерных стран. Потому что любая межконтинентальная баллистическая ракета если вы ее запускаете не на континент, а запустите в космос, она долетит до орбиты до 400 километров над уровнем Земли. Проблема заключается не в этом. Проблема заключается в том, что ядерное оружие это оружие массового поражения. То есть, если вы произведете хотя бы маленький ядерный взрыв на орбите, то всеми обломками уничтожится вся космическая группировка всего мира на орбите. То есть, это и мы все вернемся в каменный век. То есть, это может замысливать только полный идиот. Полный идиот. И вот у меня такое впечатление, что Путин такой полный идиот. потому что уже очень как-то в одно время, буквально несколько дней все западники озабочились этим делом. И я вам говорю, это техническая возможность есть такая. Но это смысла не иметь никакого, потому что смысл в космосе, войны из космоса, это когда у вас есть спутники, вы уничтожаете все спутники ваших врагов, но свои спутники у вас остаются. Вот если вы чего-то взрываете, то, во-первых, первый упадет Международной космической станции, где находятся российские космонавты. Да, потому что, ну, грубо говоря, если вы разрываете какую-то бомбу, то уже все они и так вращаются со скоростью 30 тысяч километров в час. То есть любой болтик, вот маленький болтик, если он попадает в какой-то спутник, обычно он его разбивает. А тут вызывайте ядерную бомбу. То есть на самом деле там к чертовой бабушке ничего вообще не останется. То есть там будут летать только обломки и они друг дружку потом измесят и все это дело начнет падать, но оно не упадет нам на голову, слава богу, потому что оно просто сгорит в плотных слоях атмосферы. Большинство из этих. То есть на самом деле это не представляет опасности для Земли, кроме большого куска, который Международная космическая станция, да и то в зависимости от того, куда оно упадет. То есть если оно упадет куда-то там в океан, ну и с ним. Главное, чтобы под ней не оказалось какого-нибудь там судна, на которого она бы случайно упала. То есть это просто планы абсолютного безумца. Никто, кроме абсолютного безумца, не может предложить такие планы. Эта безумие сможет пойти на другие диверсии. На этой неделе очень многие эксперты схватились за голову и начали объяснять, что интернет мировой это не спутники, это не только космос. Львиная доля его это море, это дно морей, по которым идут кабели. Этих кабелей не так много, я был удивлен, около 50 на весь мир самых таких магистральных основных, и они, что самое страшное, очень плохо защищены. То есть они фактически вообще не защищены. Они очень плохо защищены в том смысле, что если взять просто атомную подводную лодку и просто на них направить, то она своей силой просто порвет все эти кабели. там даже не надо ничего делать. И это тоже возможно, но это такой же уровень, как то, после нас хоть поток. да. И вот здесь вопрос только стоит сейчас следующий. Нас с вами слушают в России в том числе и вполне себе вменяемые люди. Вот как долго вменяемые богатые люди в Российской Федерации хотят зависеть от полного идиота и сумасшедшего, который находится в Кремле. И каких-то старперов вокруг него, типа Патрушева и так далее. Они что, не понимают, что эти сумасшедшие старперы, они просто готовы поставить весь мир вернуть в Средневековье. То есть оставить всех без интернета, оставить всех без спутников, оставить всех без космических программ и так далее. Вот я удивляюсь на этих 117 миллиардеров, которые похоже, они просто не осознают опасность. То есть если бы они осознавали опасность, они бы Путина давным-давно уже убили бы просто. У них достаточно денег и средств, для того, чтобы это организовать. Дайте им советы. Дайте им советы, как это можно организовать. Я даю эти советы два года. Повторения вам никаких. Им не надо не давать никаких советов. Они умные люди, у них есть и средства, и возможности, и советники, и оперативники, и оперативные возможности. Я только удивляюсь, как долго все эти умные люди и в самой России, и в мире смотрят на этого безумца. Включая, кстати, Китай. Я совершенно не понимаю, что себе думает Си Цзиньпинь. Потому что если весь мир лишится интернета, то первым от этого пострадает Китай. Первым пострадает Китай. Потому что все его перевозки, все его фабрики, которые работают на весь мир, они все останутся без электроники, они все останутся без связи, и он от этого потеряет больше всего. И как этот Китай способен поддерживать такого абсолютного маразматика и сумасшедшего, и самоубийцу, я не понимаю. Возможно, это станет символом для Си Цзиньпиня. Понятно, что такие вещи, как смерть Навального, ему, мягко говоря, побоку. Вообще, поведение Китая в последнее время, мы всегда, мы привыкли, что Китай, он думает только про Китай. Но появились какие-то очень полярные заявления. Ван И на Мюнхенской конференции говорит о том, что они выступают за территориальную целостность, они приверженцы возвращения Крыма. И я удивляюсь, потому что недели ранее я от спецпредставителя Китая в ООН слышал абсолютно кардинально другие вещи, о том, что нужно прекращать поставки вооружения в Украину, дабы не затягивать этот конфликт. Что здесь происходит? Нет, здесь ничего нового нет. Как раз то, что сказал Ван И, это старая позиция Китая, потому что Китай на самом деле всегда говорил, что он приверженец международного соблюдения хартии ООН, он не признает никогда представление Крыма, потому что на самом деле... Так, скорее, из-за Тайваня. Да. Вот, я вообще-то всегда вам говорил, что ваша дипломатия не дорабатывает с Китаем, потому что та ситуация, которая у вас происходит на Донбассе, это один в один ситуация Китая с Тайванем. То есть, грубо говоря, Китай должен быть логично вашим союзникам и противникам Российской Федерации, потому что Российская Федерация отторгает чужую территорию, а Китай всегда выступает за то, чтобы его историческая территория осталась при нем. И, кстати, он предъявляет претензии Российской Федерации на миллион квадратных километров. Так, нелогичный переход, ну, можно там обыграть, что один из мечтающих стать вассалом Китая, Лукашенко, да, последняя новость буквально с сегодняшнего дня заявил неожиданно, как для меня, в своем выдвижении на седьмой президентский срок. До псевдопрезидентских выборов в Беларуси еще полтора года. Что за веселые фальстарты? Я так думаю, что это молитвы публичные. Это, вы знаете, можно шаманские мантры делать, а можно вот такие вещи озвучивать для того, чтобы возможно это и материализовалось. Ну, я вам напомню, что сейчас у Лукашенко на этой неделе были как бы выборы на всех уровнях. Значит, у них в это воскресенье проходят выборы всех депутатов всех уровней. То есть, они тоже вели единый день голосования, и они обновляют полностью депутатский корпус. Ну, и поскольку ему как бы задавали вопросы, а как там, чего дальше, неправильно на пенсию, ему 70 лет, в этом году исполняется 30 лет его присутствие во власти в безраздельной Беларуси, он сказал, нет-нет-нет, я в 25-м году все равно пойду, типа, не дождетесь. Вот. Но на самом деле я тому же самому Лукашенко говорю то же самое, что я говорю, кстати, и Байдену, и Трампу, ему бы еще до 25-го года дожить, потому что у него здоровье гораздо хуже, чем у Трампа и у Байдена. Ну, у него и здоровье хуже, а у России новичка много, об этом тоже нужно помнить, когда-нибудь он все-таки станет ненужным и Путину, и Кремлевскому режиму. Кремлевскому режиму.